Как сделать поп-ап окно после отправки формы? Вы можете использовать такой функционал для благодарности за отправленное сообщение и какой-то дополнительной информации в поп-ап окне вместо страницы спасибо, например. Или вместо письма, которое вы отправляете тоже после отправки формы. Итак, давайте посмотрим, как это работает в реальности. У меня открыта форма. Дальше это пошаговая форма, которую мы делали в одном из предыдущих видео. Я заполняю поля, дальше заполняем время консультации, следующее, заполняем личную информацию и отправляем сообщение. И вот после отправки появляется поп-ап окно с текстом. В этом поп-ап окне вы можете разместить любой текст, картинки, он создается в точно таком же редакторе Elementor. Давайте посмотрим, как это сделать. Как сделать такое вот простое окно просто с текстом. Итак, для того, чтобы создать окно, первое, что нам нужно, чтобы создать такой функционал, нам нужно создать само поп-ап окно. Для этого откройте новую вкладку в браузере, зайдите в админку вашего сайта, перейдите в раздел под Elementor шаблоны поп-апы. Мы в дальнейшем будем разбирать работу с поп-апами более подробно. Сейчас мы создадим самое простое окно, без картинок, безо всего, без особых настроек, триггеров и прочее, просто с текстом, который будет всплывать сразу после отправки формы. Итак, нажимаем на кнопку добавить новый. Дальше здесь у нас в списке должен быть выбран поп-ап. Придумываем ему название. Например, напишу спасибо. Дальше нажимаем на кнопку создать шаблон. И у нас открывается стандартный Elementor редактор. Единственная разница, что здесь, закройте это окно, здесь будет не целый экран для настройки, а только вот это окошко, поп-ап окно, которое будет всплывать. Итак, первое, что мы делаем, это нажимаем на кнопку плюс, как обычно в редакторе Elementor, выбираем структуру с одной колонкой, сразу же делаем отступы в структуре, кликаем редактировать секцию, дальше переходим расширенный и добавляем по 50 пикселей внутри секции. То же самое делаем внутри колонки. Кликаем на редактировать колонку, расширенный и по 50 пикселей со всех сторон. Хорошо, еще мы зададим фон для секции и для колонки. Переходим редактировать колонку, стиль, задаем фон и сделаем его таким светло-серым. И внутри колонки сделаем белый цвет. Кликаем редактировать колонку, стиль, цвет и выбираем фон белый. Отлично, теперь идем в выбор виджетов, как обычно, и перетаскиваем заголовок. Располагаем его по центру и меняем текст. Например, просто здравствуйте. Да, кстати, здесь нет возможности в поп-ап сделать динамические теги. И, как помните, мы в предыдущем видео смотрели, при перенаправлении на страницу спасибо мы размещали там значение полей. В поп-ап сейчас такое сделать невозможно, но в дальнейшем разработчики Elementor планируют такой функционал включить, чтобы поп-ап окна тоже были динамические. Чтобы сюда добавлялся какой-то текст, но пока этого нет. Окей, значит дальше после заголовка размещаем виджет текстовый редактор и прописываем здесь текст. Давайте сразу сделаем стиль, сделаем немножко побольше текст, 16 пикселей. Дальше этот виджет копируем, дублируем, но меняем текст. И еще раз дублируем, у нас будет последняя строчка. Вот такой простой текст. На самом деле вы можете здесь разместить абсолютно любую информацию, точно так же, как и на любой странице в редакторе Elementor. Вы можете воспользоваться абсолютно любым здесь виджетом, установить видео, картинки, установить, я не знаю, какие-нибудь иконки и так далее. То есть вы можете оформить этот поп-ап, как вам захочется. Мы сейчас рассматриваем самый простой вариант. Все, нажимаем опубликовать. Здесь ничего не настраиваем. Это будем рассматривать в следующих видео, когда будем разбираться с поп-ап окнами. Просто нажмите на ссылку сохранить и закрыть. Все, выходим из настройки Elementor. Дальше открываем страницу, где у вас контактная форма в элементаре, в редакторе Elementor. Дальше кликаем на редактировать форму. Дальше спускаемся с левой стороны вниз. Переходим в раздел действия после отправки. И добавляем действие в самом низу, называется поп-ап. У вас появляется здесь дополнительный раздел для настройки, называется он поп-ап. Поп-ап. Открываем его. Из выпадающего списка выбираем открыть поп-ап. И вот здесь появилась настройка поп-ап все. Начинаем вписывать название нашего поп-ап окна, которое мы придумали. Выпадает из списка поп-ап окно, которое мы создали, под названием спасибо. Отлично. Нажимаем обновить. И теперь мы можем проверить, как это работает. Кликаем на глазок посмотреть страницу. Дальше заполняем поля формы. У вас форма может быть абсолютно любая. Я взяла то, что у меня сейчас уже есть. Выбираем время. Следующее. Заполняем личную информацию. И нажимаем на кнопку отправить сообщение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!